Власти города Кирова предлагают продолжить процесс возвращения исторических наименований улицам областного центра. Этот вопрос вынесен на обсуждение общественности. Своё отношение к инициативе высказали активисты общественной организации «Суть времени». Милана Поварницына расскажет подробнее. Это уже не первая акция протеста участников движения «Суть времени». Помимо этого, координаторы собирают по городу подписи против возвращения старых названий улиц Дерендяева, Мопра, Урицкого и Володарского. Если пристально присмотреться к формулировке причин, то есть возвращения исторических наименований, то становится ясно, что происходит борьба с историей. Ведь возвращаются же не просто какие-то наименования, которые были раньше, а конкретно те названия улиц, которые были до 1917 года, то есть до революции. По мнению пикетчиков, таким образом будет вычеркнут советский период из жизни страны. А это неуважительно по отношению к тем людям, большая часть жизни которых прошла в советское время. Участники протеста уверены, что в такой ситуации должно учитываться мнение всех горожан. Ну, во-первых, и не вспомнить даже, как улица была, например, сказали Орловская, Кана раньше была, даже и не знаешь, куда пойти. А во-вторых, как бы история все-таки, вот мое время, история, мои родные улицы переименовали, как будто все чужое стало. Смысл деньги тратить на переименование улиц. Лучше, как бы, не знаю, в детском доме помочь этими же деньгами, чем что-то улицы переписывать. Не вижу смысла. Сейчас Казанская. Мысли большевиков очень красиво. Между прочим, очень красиво. Добавим, что по данным пресс-службы администрации города, на процесс замены табличек с названиями улиц было потрачено несколько десятков тысяч рублей. Причем затраты взяли на себя местные предприниматели. Никаких издержек бюджет города не понес. В официальных документах кировчан также ничего не изменилось. Милана Поварницына, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.